Понимаешь, что этот немецкий, ты будешь учить вечность, да? Это просто два... для разных планет. А если ты пролетел с одной, то тебе надо научиться жить на второй. Привет, Екатерина! Привет, я Маша. В декабре этого года, получается, будет четыре года. Я живу два года и несколько месяцев. Это было обусловлено определенными очень ценными причинами, поэтому мы в тот момент абсолютно не думали о сложности. Мы ставили задачи и просто постепенно их преодолевали. Я потратила много сил на адаптацию и обживание. Не ощущаешься резидентом какой-то страны, ты ощущаешься по большей степени туристом. Поэтому это сильно перекрывает эти эмоции от новой страны, сильно перекрывают те негативные эмоции, которые ты испытываешь, из-за того, что где-то ты сталкиваешься, скажем, с проблемами непонимания. По большей степени твоего личного непонимания и их определенных процессов. Мой год был адаптационный, жесткий. Жесткая адаптация. В 2023 году немножко получилось уже прижиться и чувствовать себя нормально. Вот сейчас можно выдохнуть более-менее и уже начать заниматься чем-то типа карьеры. Сложность самая основная связана с тем, что есть определенный механизм бюрократических коммуникаций, которые тебе необходимо пройти. И ты не очень понимаешь, в каком виде должны быть документы, в какие, где сроки, где-то можно ли это онлайн, как мы к этому привыкли, или тебе нужно идти ногами. Ногами когда? Нужна ли предварительную запись? Я, наверное, уже два года пожила, поэтому если бы мы раньше провели, я бы тебе сказала, к чему сложно привыкнуть. А сейчас я уже, типа, ну... Если человек инвалид, да, он получит этот документ из своей инвалидности, и вместе с этим документом он не получит информацию о том, куда ему можно, зачем ему воротиться, где-то есть у него льготы, где-то нет у него льгот, где-то там положена какая-то терапия, где-то не положена терапия. И все это он должен узнать каким-то вот механизмом через социальный контакт, по большей степени это проблема. На автомате ты делаешь, как ты привык у себя дома. А здесь все по-новому. Поэтому вот рядится энергия мозга, чтобы переучить себя. Германия довольно социальная страна и для людей с ограниченными возможностями, в том числе здесь уйма разных предложений, помощи и всего-всего. Вопрос, чтобы это найти, как правило, экспаты проходят путь вот этого вот, знаешь, телефона, да, то есть общение, коммуникации ты по факту через своих, через там друзей, знакомых и так далее узнаешь о каких-то возможностях. Маленькая цифровизация, диджитализация, это мешает, это, как говорится, ноги. Это особая категория проблем с интеграцией, потому что, к сожалению, в Германии нету, скажем, сайта палочки-вручалочки, в котором ты можешь сказать, у меня там есть какие-то ограниченные возможности мои, да, у меня есть какие-то потребности, куда мне там можно обратиться и где мне какая помощь, например, положена вообще по закону. Большие различия в предоставлении госуслуг, конечно же, капитальные, я бы сказала, различия просто в корне. И, конечно, медицинских услуг. Это просто два для разных планеты. А если ты пролетел с одной, то тебе надо научиться жить на второй. Амбулаторная медицина, например, ну, то есть она не везде. Это прям реально надо искать врачей. Просто из-за того, что ты в своей стране разговариваешь на своем языке, и у тебя огромное количество людей, знакомых, коллег и так далее, которых здесь пока ты не имеешь, тебе найти эту хорошую амбулаторную медицину сильно проще. Начать с бытовых простых вещей, понять, в какую мусорку куда чё кидать, куда относить стеклянные бутылки, вот, пожалуйста. Для человека, который сюда приехал и резко всё поменял, это требует каких-то новых когнитивных связей, и время занимает, для твоего мозга даже это время занимает, чтобы перестроиться. Германия очень сильно учится терпению. То есть мы привыкли, безусловно, в нашей стране, что всё можно решить там за 15 минут, там, двери-то двери, это реально, да. Здесь это нереально. Когда ты сюда приезжаешь, ты адаптируешься подо всё новое. Ну и, в принципе, происходит, ну, в моём случае, происходит замена. То есть отбрасываем всё старое и учимся всему новому. Не заменяю, но учимся просто, как ребёнок. Приезжаешь в страну с белого листа, у тебя там нет знакомых, нет кто всё это может рассказать, да, и посоветовать. Ты идёшь по методу проб и ошибок, ты стучишься, как говорится, в эти двери, ты пробуешь, хорошо, если повезло. Не повезло, значит, ты начинаешь решать вопрос о каких-то переездах, да, куда-то, где ты можешь дальше это всё реализовывать. Мне нужно сказать, что сложно привыкнуть. Я, наверное, всё ещё привыкаю к этому процессу. Вообще эмиграция стала более сложной, просто с психологическим аспектом. А если сравнивать конкретно мой кейс, в котором есть особенный ребёнок, и, скажем, из-за его особенностей определённые его потребности, то конкретно в этой стране это лучше. То есть это сильно, сильно лучше прокачана эта вся сфера. Да, накатывают такие сомнения, зачем мы приехали, боже мой, что произошло. Потом ты смотришь на то, что сейчас происходит в России, такое, ну не, вообще, ну, как бы, приехали нормально, вы живы остались. Продолжение следует...